Привет друзья! На фоне последних новостей о ЗРК С-300 и С-400, это можно сказать и о ЗРК Патриот, мы решили рассказать об эффективности этих комплексов по поражению баллистических ракет. Начнем с того, что 100% ПВО еще нет в мире. Неправильно судить об эффективности ЗРК по эффективности перехвата баллистических ракет. Основная функция ЗРК С-300, ЗРК С-400 и ЗРК Патриот это поражение аэродинамических целей, летящих горизонтально. Это самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и большие БДЛА. Стоит отметить, что для перехвата крылатых ракет ЗРК должен иметь РЛС для обнаружения низколетящих целей. На практике это бывает не всегда. Поражение баллистических ракет это вторичная функция этих ЗРК и ЗРК данного класса разработанных в других странах мира. Баллистическая ракета это сложная цель. Российская баллистическая ракета Искандер на конечном участке полета развивает скорость до 7300 км в час. Американская ракета Атомакс до 3700 км в час. Сложность поражения баллистических ракет в том, что развивая большую скорость и заходя на цель сверху, расчеты ПВО не всегда успевает обнаружить ракеты. Времени на поражение цели остается мало. Также стоит отметить, РЛС у современных ЗРК работают не все время, так как они имеют свой ресурс. Данных по поражению баллистических целей мало, но известно, вероятность поражения баллистической ракеты у ЗРК Патриот ПАК-3 это от 60 до 80 процентов, при условии, что нет помех и цель не маневрирует. ЗРК С-300 способен поразить баллистическую ракету с вероятностью от 50 до 65 процентов. ЗРК С-400 способен поразить баллистическую ракету с вероятностью не выше 80 процентов. Также это в идеальных условиях. Таким образом, неправильно судить об эффективности нынешних ЗРК по их способности сбивать баллистические ракеты. Это не основная функция для них. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.